Заседание межправительственной комиссии уже девятое по счету. Представителям соседствующих государств необходимо обсудить большое количество вопросов. Новый договор открыл новые возможности для двустороннего сотрудничества практически по всем направлениям. Увеличение объема финансирования практически в два раза позволит Абхазии развивать общее социально-экономическое пространство, улучшать гуманитарную сферу, а также решать вопросы в области региональной безопасности. Проект инвестиционной программы, обсуждаемый сегодня и рассчитан на и на три года с 2015 по 2017 год, предполагает денежные вливания в объеме 9 миллиардов рублей. И это не считая текущей финансовой помощи, которая также увеличится и будет направлена на повышение заработной платы бюджетников. Социальный облик республики, отметил президент Абхазии, уже изменился за последние годы. Теперь новое правительство рассчитывает на успешное положение дел и в области экономики. Несомненно, то, что мы с вами сегодня обсуждали на предварительной встрече, получит реализацию. И мы, сегодня как раз те, кто здесь собрались, должны быть нацелены на то, чтобы в Абхазии изменился бы облик именно в направлении становления нашего государства в плане развития возможностей экономического характера. И главным направлением все-таки является то, о чем вчера было сказано и президенту Российской Федерации об оказании нам помощи в части, касающейся аграрного направления. Ситуация изменится в кратчайшие сроки, уверены члены межправительственной комиссии. К тому же до конца года в республике планируют полностью реализовать инвестпроект, в рамках которого в эксплуатацию сдадут 54 объекта. Это и новый университет, и водопровод в городе Гагра, и Дом культуры в столице Абхазии. Главный же акцент Абхаза решили сделать на агропромышленном комплексе. К тому же в условиях санкции это более чем актуально. Зачем России покупать за доллары овощи, фрукты, зелень? И зачем искать турецкий берег, когда в Абхазии можно хорошо отдыхать? Мы должны просто восстановить эту инфраструктуру. Сегодня уникальная история ситуации. Сегодня в условиях санкции и в условиях проблем, задачи, которые поставлены по импортозамещению, опять-таки у абхазской стороны появляется уникальная возможность сегодня именно реальный сектор экономики и развернуть, и более активно зайти на российский рынок со своей продукцией. И надо туризм развивать. В свое время, исторически мы говорили, 2,5-3 миллиона объема туристического потока, который был, сейчас он значительно сократился. Поэтому задача... В советское время было до 5 миллионов. До 5 миллионов. Вот это те задачи, которые мы перед собой ставим. А это новые рабочие места, опять-таки занятость, это малый и средний бизнес, который должен работать и создавать эту инфраструктуру. Конечно, лучше будет. 100%. В следующем году заработает в Абхазии и аэропорт. Его полностью реконструируют также в приоритете автомобильные дороги, энергетика и вопросы водоснабжения.